МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале АТВ-Центр. Время новостей. В эфире программа «Ныне» с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Промчались вихрем школьные мгновения. Сегодня аттестат зрелоси получили 119 выпускников Ахтубинской кадетской школы. Спорт в массы. Скоро многофункциональная спортивная площадка появится и в селе Капустин-Яр. Не стареют душой ветераны. Сегодня свой 90-летний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны Дуинов Петр Дмитриевич. И обо всем подробнее. В региональном правительстве очередная рокировка кадров. Министром социального развития труда Страханской области назначен Олег Петелин. Напомним, что в начале июня с этой должности решением губернатора Александра Жилкина с формулировкой в связи с утратой доверия была уволена Екатерина Лукьяненко. 7 июня в Следственном управлении Следственного комитета по региону сообщили, что в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. Новое назначение на должность регионального министра соцтруда состоялось в этот понедельник на расширенной коллегии ведомства. Олегу Петелину 47 лет. Он коренной астраханец. Трудовую деятельность начал в 1989 году после окончания Астраханского государственного педагогического института заместителем директора по воспитательной работе Старокучерганской средней школы Наримановского района. С 1995 по 1999 год работал в администрации Ленинского района Астрахани. Затем в одном из астраханских банков. С 2002 года и по настоящее время Олег Петелин занимал должность управляющего Астраханским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. Два раза подряд он избирался депутатом Думы Астраханской области. Ну а теперь к другим темам. Сегодня на мемориальном комплексе «Крыло и кара» состоялось вручение аттестатов курсантам Кадетской школы интернат имени Павла Осиповича Сухого. По окончании учебы вместе с аттестатом зрелости ребята получили отличную начальную военную подготовку, а лучшие права на льготы при поступлении в военные вузы. На праздничном мероприятии присутствовали родители и друзья выпускников, а также представители командования Глиц имени Чкалова, ветеранских организаций и исполнительной власти. За 21 год своего существования Кадетская школа подготовила и выпустила порядка трех тысяч ребят. Только в Глиц имени Чкалова в настоящее время проходят службы 50 офицеров, учившихся в Ахтубинской ледке, а затем окончивших военные вузы страны. В этом году в школе юбилейный выпуск. В этом году 20 выпуск юбилейный. Мы выпускаем 119 мальчиков и девочек в большую жизнь после сдачи единых государственных экзаменов. Как с этой задачей, с экзаменами справились ребята? По-разному. У кого-то успешно, с первого раза показали хорошие баллы. Похоже с математикой, но беда вся в том, что наши дети, все 119 человек, выбрали для сдачи профильную математику, потому что для поступления в военное училище нужен только этот уровень. Вчера была пересдача экзаменов. Надеемся, что результаты будут намного лучше. Этот выпуск заучу школы Валентине Чумановой запомнится как очень боевой. Практически все ребята открытые, не боялись высказывать свое мнение, и это ценно. Среди 119 человек 7 представительниц прекрасного пола. Девчонки явно украсили двухлетнее пребывание в школе всех воспитанников. Они выступали в роли ведущих на школьных тематических вечерах и стимулировали парней быть более подтянутыми и спортивными. Педагоги называют девушек украшением школы, но говорят, что, к сожалению, в этом году девичьего набора не будет. Практика показала, что в бытовом плане кадетская школа к этому не готова. Для прекрасных дам, даже если они в военной форме, нужны отдельные раздевалки, спальные помещения и много что еще. Вручение аттестатов выпускникам на мемориальном комплексе «Крыло и кара» – давняя традиция. Здесь присягают на верность школе, вручают аттестаты и искренне верят, что клятвы не нарушат, а мечты осуществят. Многие ребята приходят в ледку, чтобы продолжить династию. Майор Алексей Гетманцев говорит, что решение отдать сына Алексея в Ахтубинскую кадетскую школу было верным. Надеюсь, что династию он продолжит. Династия у нас в семье, все военнослужащие, все служили, дед на фронте воевал. Так что династия должна закрепиться. С окончанием школы ребят поздравляли и напутствовали представители глицами Нечкаловой и местной власти, а также ветераны. Все желали успехов, в дальнейшем обучении поздравляли с отважным выбором. Есть такая профессия – Родину защищать. Для этих ребят – это не просто слова, а решение, которое определяет жизненный курс. За два года обучения в Ахтубинской школе-интернат воспитанники приобрели навыки несения службы на уровне солдата первого года срочной службы. Жизнь ребят в ледке максимально приближена к условиям курсантской жизни, и у каждого из них о своей альма-матер останутся свои воспоминания. Запомнились, наверное, те моменты, когда проводились различные конкурсы в городе, олимпиады, когда несли что-то хорошее и городу, и сами отлично проводили время. Я считаю, что такие моменты должны запоминаться и оставаться хорошим в памяти. За эти два года ты как креп физически, так и духовно. Это тебе поможет, во-первых, в училище, когда ты поступишь, тебе будет легче, тебе будет уже это все знакомое и как родное. Самый сложный момент, я считаю, сейчас прощаться с друзьями, так сказать, боевыми товарищами, с которыми два года плечом к плечу из одного котла ели. Это самое сложное. Вручение аттестатов на мемориальном комплексе «Крыло и кара» придает мероприятию особенную торжественность и патриотичность. Наша съемочная группа бывает здесь каждый год, но кажется, что все происходит как в первый раз. Наверное, это потому, что новый выпуск – это новые люди, новые защитники Отечества. В районе должны быть условия для развития массового спорта. Первые многофункциональные спортивные площадки появились в Ахтубинске, а затем и в сельской местности. В настоящее время спортивный объект строится в селе Капустин-Яр. В средней общеобразовательной школе села Капустин-Яр обучается 360 ребят. Ее называют одной из самых спортивных в Ахтубинском районе. Ученики Капустин-Ярской школы неоднократно по праву лучших защищали район в области военно-патриотической игре Зорница. И тяжелоклеты здесь одни из самых сильных в Астраханской области, а спортивной базы хорошей не было. 24 июня строители компании «Олкостройкомплект» завершили первый, самый трудоемкий затратный этап работы – укладку бетонной подушки для многофункциональной спортивной площадки. Из районного бюджета на первый этап строительства выделен 1 миллион 300 тысяч рублей. Работу принимала Юлия Привалова, заместитель главы администрации района. Сегодня мы находимся на площадке, которая дает подтверждение тому, что наша программа по развитию массовой физкультуры и спорта продолжается. Если глава района ставил задачу в первую очередь в городе поставить две многофункциональные площадки, то следующим этапом это уже обустройство спортивных площадок в сельских школах. И учитывая как положительные стороны данной школы, потому что ребята занимали очень часто первые места и в зорнице, и в спортивных мероприятиях, так и есть, к сожалению, отрицательный момент. Здесь не все благополучно у нас подростковой преступностью, поэтому было принято решение именно начать строительство и реализацию программы на сельской местности именно с Копьяра. Год назад, когда приезжали, планировали и размечали место для площадки, знаете, как-то я думал, когда это будет и будет ли, а вот оно сбылось. Год прошел, и мы видим, что уже к новому учебному году у нас появится новая современная многофункциональная площадка. Ученики школы, конечно же, рады. Многие из них даже приходили помогать строителям поливать после того, как они залили бетон. Вот вчера, позавчера, все выходные дни дети поливались здесь, ходили, им хочется помочь, ускорить этот процесс. Сейчас, конечно, все рады и счастливы. Заканчивается нулевой цикл. Это областная программа. Условиями этой программы софинансирование. То есть мы финансируем, район финансирует нулевой цикл. Это миллион триста тысяч рублей. В понедельник мы сдаем Министерству спорта нашу работу. И уже заходит Министерство спорта и продолжает уже монтировать все спортивное сооружение. В Баскунчаке уже построена многофункциональная площадка. И следующим этапом, но это уже пойдет по линии Министерства образования, мы планируем строительство такой спортивной площадки в Золотухе. Ну и тем самым мы хотели бы, как нам позволят финансы, как нам позволят действия программ, чтобы в течение трех-четырех лет вопрос по строительству многофункциональных спортивных площадок был закрыт во всех учебных заведениях города и района. Радует тот факт, что аукцион по строительству площадки выиграла компания «Элкомстройкомплект». Они как строители, вот я посмотрел, как они работают, это надежные ребята, надежная бригада, надежные люди. Они делают качественно, не спешат, они не гонятся за сроками. Они делают так, как это должно быть, как положено, с соблюдением всех инструкций и технологий. С начала года в Ахтубинском районе зарегистрировано 45 пожаров. Горели жилые и нежилые помещения. Некоторые из них были уничтожены огнем дотла. Предполагаемые причины возгорания – неосторожное обращение с огнем, в том числе курение, а также эксплуатация ветхой и неисправной электропроводки. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Обстановка по лесным и степным пожарам нынешним летом в сравнении с прошлым годом не ухудшилась. Частично это связано с тем, что из-за маловодия в пойме не выросло привычное для прошлых лет количество травы, которое под палящим солнцем превращается в быстро возгораемый сухостой. Тем не менее, опасность бытовых и природных пожаров в Астраханской области остается высокой. До сегодняшнего дня в Ахтубинском районе был установлен самый критичный – пятый класс пожароопасности. Сегодня, 24 июня, в связи со вчерашним дождем, эта планка снижена до третьего класса. Но, как прогнозируют синоптики, ненадолго, поскольку типичная астраханская жара не намерена отступать. Напомним, что с 1 июня в нашем регионе введен особый противопожарный режим, в рамках которого по всей территории, в населенных пунктах, степи и лесоподласе запрещено разводить костры и сжигать сухостой. Продолжаем программу. Вчера после 18 часов произошла резкая смена погоды, сопровождавшаяся шквалистым ветром, что повлияло на общее состояние линий электропередач, деревьев и крыш жилых домов. Непогода застала нашего сотрудника Владислава Лихваря с камерой в руках. И эти кадры свидетельствуют о том, что хоть у природы нет плохой погоды, зато бывает некомфортное. В 17.30 перебраться на дачу на остров Петрика на весенной лодке оказалось непросто. Сильный ветер гнал высокую волну. Тон реки с севера на юг только отплыл от лодочной станции и понял, что-то будет интересное, надо снимать. Ветер усилился, небо на южной стороне потепнело. Засверкали разряды молнии, ласточки, стрижи буквально стелились над водой. Народ на пляже не понял ситуации. Кто-то продолжал купаться, лодку спускали, а над городом поднялся гриб пыли. И в считанные секунды ветер изменил направление. Лодка моя стала неуправляемой. Ее понесло в обратную сторону, прямо на лодочную станцию. Скорость была такой, что тяжелый якорь просто плыл следом за лодкой. Григорий Крыльский высадился в кругу. На место стоянки сам принялся спасать лодку. Такой ураганный ветер переждать непогоду лучше на берегу. Буксирный катер «Пурлак», обслуживающий паромную переправу, развернуло. Ветер пытался его опрокинуть, но трос не выдержал. Катер оторвался, и его понесло вместе с причалом от лодочной станции. Трагедия могла произойти на насосной станции. Ее тоже развернуло. Труба лопнула. Мощный фонтан воды обрушился на высоковольтный кабель. Дежурный станции Алексей Шаянов с риском для жизни добрался к электродвигателю. Отключил его. Лодки, как игрушечные, невесомые, выскакивали из воды, толкая друг друга дорогостоящими «Ямахами», «Судзуки». Матросы, начальник станции, стали невольными наблюдателями разгрома стихии. Еще несколько минут назад мирно покачивающиеся на волнах плавучей станции. Минут через 15 ураганный ветер пошел на убыль. Начался дождь. Отметим, особых разрушений станция не понесла. Лодки остались на месте. Затонувших нет. Испытания стихии выдержали. Сегодня свой 90-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Дуинов Петр Дмитриевич. Поздравить юбиляр от имени президента, астраханского губернатора и себя лично приехали представители районной администрации и социальной службы. За плечами Петра Дмитриевича Дуинова большая трудная жизнь. Люди его поколения никогда легко не жили, потому что прошли войну, восстанавливали страну после разрухи и никогда не боялись брать на себя ответственность. При этом их совесть и помыслы были чисты. Они не знали зависти и оттого сохранили любовь в сердце и молодость в душе. Душа всегда молода. Так я чувствую себя нормально, ноги подводят только. А так душа, как говорится, человек всегда душой молодой. Так что, как говорится, сам стареет, а душа никогда не стареет. Она всегда молода. Как вы считаете, что нужно, чтобы жить долго? Прежде всего, нужно быть оптимистом. Всегда верить в хорошее будущее. Что всегда будет хорошо. Невзгоды бывают, но не проходят. Надо всегда радоваться жизни. Трудиться, как говорится. Воспитывать детей, чтобы дети были хорошими людьми. Вот, чтобы они гордились Родиной. Чтобы самое главное считали для себя – это Родина. Поздравить ветерана с юбилеем приехали представители районной администрации и социальной службы. Днем рождения, замечательным юбилеем вам здоровья в первую очередь. Спасибо, что вы вот у нас такой ежевете в нашем районе, радуете нас. Патриотическим воспитанием занимаетесь, рассказываете. Большое вам спасибо. Спасибо. Вам конфеты открытка от главы района посчитаете? Ну, а от меня нечего. С днем рождения у вас. С днем рождения. Вручаю вам, значит, поздравления от президента Путина Владимира Владимировича, от Жилкина Александра Александровича, губернатора нашего, мы тоже поздравляем. Это Центр соцподдержки и Министерство соцразвития. Мы вам такой привет. Спасибо. Когда будет прохладно, будем кормать. Уже много лет Петр Дмитриевич на заслуженном отдыхе. Но и сегодня его волнует все, что происходит в России. Он настоящий патриот и верит, что лучше и сильнее страны на свете нет. Мне интересно, как развиваются события, что дальше будет. Как реагирует наше правительство на выпады Запада. Вот. Просто уже, как говорится, нашему народу надоело все эти выходки Запада. Когда они успокоятся. Это просто все время, сколько России существует, столько на нее нападки. Все время нападает. Все время нападает. А бедное дело в том, что Россия богата полезными ископаемыми территориями, водными ресурсами, лесом. Поэтому им не имется. Как же так? Они такие крошечные против России государства в территориальном смысле. И не могут Россию победить. И никогда они ее не победят. Потому что русский народ не победил. Сколько нападали. Сколько войн прошло. А ведь так все морды били. И так и будем бить. На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго. И до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова